И всем привет, друзья! С вами Азот, и сегодня я бы хотел поговорить с вами насчет такой замечательной игры, как Мир Танков. Спустя приблизительно год я вернулся в всеми любимую картошку, и ребят немножко офигел. Мало того, что игра у меня лагала на минималках, скорее всего, либо из-за гейт-центра, либо же из-за открытого режима линии фронта, так еще и ВБР творил чудеса. Играя на ИСУ-152, я не пробил КВ-5 в борст три раза, и все бы ничего, и долгую загрузку на стриме, и КВ-5, я бы это все простил. Но когда я увидел новое видео Джоа про Невидимый Танк, то меня немножко бомбануло. Это насколько надо страдать фигней на работе, чтобы допустить в собственном проекте такие баги. Я понимаю, что я как бы новый на Ютубе, и хейтить кого-то в самом начале развития канала, это плохо. Ну блин, господа разработчики, если вы имеете проект мирового масштаба, то имеете вы хотя бы в какую-то ответственность за него. А то аудитория играет в вашу игру, любит вашу игру, а вы эту аудиторию пичкаете багами, лагами. Ну, как бы так нельзя, так не делается. Вот. А теперь я обращусь лично к Джоу. Костя, извини, что в этом видео будет использоваться твое имя и твои теги, и скорее всего ты на превьюшке. Просто по-другому я до картошки не достучусь. Надеюсь, ты меня поймешь. А с вами был Азот, всем удачи и все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok